Дисциплинарная ответственность. В этом году региональное правительство будет жестче распределять деньги по районам. Запеканка по взрослому. Сегодня родители учеников школы номер 15 лично узнали, чем кормят их детей. Детальная экспертиза в криминалистическом центре МВД. Сегодня день открытых дверей. По итогам прошлого года Рязанская область получила 69 миллиардов собственных доходов. Общая же расходная часть бюджета составила 100 миллиардов рублей. То есть фактически для муниципалитетов исполняли любые заявки. Вот только финансовая дисциплина на местах по-прежнему слишком низкая. Об этом на правительстве сегодня заявил вице-губернатор Артем Бранов. В прошлом году из-за несогласованности министерств и муниципальных властей терялось много времени. В этом году распределение средств будет более жестким. Непогода и устранение ее последствий стали первой темой на правительстве. Жалоб сегодня много во всех районах без исключения, а это, по словам Павла Малкова, прямая зона ответственности глав на местах. Что касается Рязани, то здесь внедряют интерактивную модель общения с жителями. Создан специальный чат, где руководители подрядных организаций получают сигналы и стараются оперативно на них реагировать. Дирекция благоустройства города работает в круглосуточном режиме. В уборке улиц участвует от 90 до 150 единиц техники. Ежесуточно с улиц города вывозится более 5000 кубометров снега. Активно привлекаем технику сторонних организаций. В настоящий момент упор делаем на устранении скользкости на тротуарах, а также снега на дорогах. На мой взгляд, качество уборки города улучшилось по сравнению с предыдущей зимой. Но вот этот последний снегопад сдали. Надо усиливаться. Тут надо реальную работу провести. И еще раз, мы всегда с вами договариваемся, что чего не хватает, чего нельзя исправить прямо сейчас, надо учесть к следующему сезону. В области морозы со снегопадами тоже навели шороху. В некоторых районах просто отправляли школьников на дистанционное обучение. На границе с Мордовией образовалась пробка в 28 километров. Впрочем, все службы сработали оперативно. Протяженность хвоста пробки на территории Рязанской области составляла 13 километров. Это сопровождалось температурой минус 22 градусов по Цельсию. МЧС Рязанской области, а также главы Шацкого и Сасовского районов были готовы к развертыванию пунктов обогрева. Аналогичные меры были приняты Мордовией. Совместными действиями ГИБДД регионов удалось наладить регулирование движения транспорта на этом участке. Для муниципалитета вводят новые критерии оценки их работы. Собственных доходов в регионе в прошлом году было 69 миллиардов, вот только правильно их потратить во многих районах так и не успели. Где-то затягивали с документами, где-то с перечислением субсидий, где-то вообще переписывали заявки. В итоге время для строительства было упущено. В этом году с дисциплиной будет жестче. Все, кто деньги вовремя не освоил, финансовую дисциплину нарушил, мы все эти деньги будем забирать и отдавать тем, кто с этими задачами справляется. Потому что, коллеги, сказать, что мы кому-то где-то чего-то не дали, особенно на первоочередные какие-то расходы, по-моему, вообще в этом году были удовлетворены практически все потребности, которые были. Но результат вы все сами видите, он не везде у нас позитивный. Никакие отговорки теперь действовать не будут. Схема «ранняя заявка» получения денег, выход на торги благоустройства теперь станет основной. В управлении Рязанского троллейбуса масштабное обновление. В распоряжение компании поступили 25 новеньких автобусов. В ближайшее время они выйдут на городские маршруты. 25 низкопольных лиазов большого класса, работающих на газомоторном топливе, приобретены за счет специального федерального казначейского кредита. Машины поступили в УРТ в полной комплектации. В ближайшем будущем у нас поступит еще 28 подобных автобусов. Меняем облик городского транспорта, продолжим менять дальше. Причем вот мы сейчас уже с министром обсудили, еще сделаем акцент на том, чтобы не только новый транспорт начинал появляться, но тем, чтобы состояние автобусов и троллейбусов постоянно было на высоком уровне, чтобы соблюдалось расписание. Продолжим, естественно, если говорить про троллейбусы, менять, совершенствовать инфраструктуру и так далее. То есть задача по совершенствованию общественного транспорта у нас одна из самых актуальных, и мы будем ее решать полностью. У новеньких лиазов полностью автоматическая коробка передач, есть оборудование для перевозки маломобильных пассажиров. Главное, заметил Павел Молков, что они теперь будут все в едином стиле. Я же очень много по городу гуляю, в эти выходные тоже несколько часов, в секунду, и транспорт всегда бросается в глаза. Каждый раз радуешься, когда едешь в современный автобус или в троллейбус, но, конечно, до сих пор все равно в строительстве, и троллейбус один. Есть еще немного таких, как бы, но теперь это скорее исключение, а раньше они шлят в инфраструктуру. Сейчас уже больше красиво для «Адмирала» и «Манка», «Адмирала» вообще, конечно, очень красиво. Пока что эти автобусы ждут своего распределения, но уже точно известно, что их направят на шесть городских маршрутов. Номер 7, 7а, 11, 13, 22 и 24. В школе номер 15 прошла дегустация обедов, завтраков и полдников. Гурманами выступили родители учащихся. Подобные открытые встречи проводят регулярно. Родители учеников вносят свои замечания и предложения, которые нужно учесть при составлении школьного меню. Подробности расскажем далее. Следующая каша представляется вам шонно-рисовая. Три вида молочных каш, блинчики с джемом, куриный суп и макароны с сыром. Родители учеников школы номер 15 дегустируют обновленное меню в столовой. Все блюда перечислены в анонимной анкете. Напротив названий – графа для замечаний и отзывов. Сегодня перед дегустаторами стоит конкретная задача – оценить качество и вкус блюд из меню школьной столовой. Ну, мне макароны с сыром понравились. Каш тоже неплохие. Как бы я вообще не любитель. Каш, но все было в меру. То есть по сладости, как бы все нормально. Кисель вкусный. Оладушки тоже очень. Ребенок любит. Ну, как бы он рассказывал то, что им дают. Это очень вкусно. Попробовали питание, которым корня детей в школе. Питание достойное. Очень было вкусно. Блинчики разнообразные. Три вида каши, блинчики, оладушки. Очень вкусные. Макароны были вообще приготовлены, как дома. Впечатления от дегустации позитивные. Повара утверждают, что все продукты свежие. И блюда из них приготовлены с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Сырье нам привозит МП детское питание. Мы считаемся доготовочной школой. Готовим мы здесь все на месте. Из тех продуктов, которые нам поставляют со склада детского питания. Но, в принципе, по сравнению с предыдущими годами, продукты стали намного лучше по качеству. Рецепты разработаны ведущими российскими диетологами. Особенность этого питания в том, что с 9 января введены дополнительно горячие полдники, которые очень понравились детям. На данный момент прошла одна из дегустаций. Эти дегустации будут проводиться в каждом районе города. Нам очень интересна обратная связь от родителей и от родительских комитетов, которые мы учтем в дальнейшей работе. Подобные дегустации пройдут еще в трех школах. Порядка 100 анкет покажут, какие блюда пришлись по вкусу родителям учеников больше всего, а какие стоит улучшить по тем или иным показателям. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Видеообращение жителей Подмосковного Воскресенска облетело все паблики. Люди страдают от отсутствия отопления. В Рязани прокуроры решили запустить специальную горячую линию для тех, кто недоволен качеством оказываемых услуг. В прокуратуре области в целях соблюдения прав граждан на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений надлежащего качества на период прохождения отопительного периода 2023-2024 года организована горячая линия. Позвонить дежурному прокурору по телефону 8 910 631 08 17 можно ежедневно с 9 часов до 13 часов, а также с 13.45 до 17.00. В экспертно-криминалистическом центре регионального МВД сегодня было шумно и многолюдно. Студенческий десант ВКЦ – это когда учащиеся юридического факультета лично познают всю сложность работы экспертов-криминалистов. Ложные сообщения. Вот как пример. Полиция, дежурная часть Бочарова. Здравствуйте. Здравствуйте. В церковь у Скобеля там бомбы заложены. Какой адрес? Ну, у Скобеля, парк Скобеля и церковь стоит. Откуда вы знаете, что там бомбы заложены? Я заложу. Запись поступила, уголовное дело возбудили. Оперативная работа была проведена, лицо нашли. Предоставили образцы голоса, мы сделали экспертизу. Да, действительно, этот человек присутствует, его голосоречь присутствует на вот этой фонограмме. Звонки о минировании, готовящемся теракте, все записи попадают сюда, на фоноскопическую проверку экспертно-криминалистического центра ОМВД. Говорят, даже если голос изменен какой-то программой, то все искажения здесь могут убрать, чтобы по чистому образцу можно было идентифицировать злоумышленника. Все это рассказали студентам юридического факультета. Сегодня они пришли в ЭКЦ на экскурсию. Мы находимся в здании экспертно-криминалистического центра и проводим акцию «Студенческий десант» для студентов первого курса РГУ. Они пришли к нам, и мы рассказываем им свою деятельность. У нас здесь проводятся разного рода экспертизы. Баллистическая, тросологическая экспертиза. Сегодня студентам показали, если не все направления, то точно те, которые, что называется, на слуху. Даже классическую обкатку пальчиков. Допустим, банку потрогал, преступник. Порошочком попылили. Вот эта вот магнитная кисточка, на ней как раз вот порошочек прилипает. И потом вот этот порошочек прилипает на патрижевом веществе, которое остается на предмете. На экскурсию в ВКЦ попали только лучшие из лучших. Студенты первого курса юрфака с хорошей успеваемостью и, конечно же, изъявившие желания. Это очень важно для будущих юристов. Даже если они не свяжут в дальнейшем свою деятельность с правоохранительными органами, а будут работать в каких-то еще сферах, полученные практические знания пригодятся в юридической профессии в любом случае. Кстати, специальной статистики по теме, кто из студентов пошел работать в ОМВД после таких экскурсий, не ведется. Однако, Любовь Ларина отметила, что таких ребят хватает. Минимум четверть от каждой группы. И не исключено, что кто-то из ребят-первокурсников скоро пополнит ряды экспертов криминалистической лабораторией. В Рязанской области отметили годовщину основания Казанского храма и престольный праздник. Традиционно после великих господских и богородичных праздников вспоминаются святые, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Божественную литургию провели в Старом храме. Божественные песнопения в Казанском храме села Ижевская звучат вот уже больше 235 лет. Именно столько стоит здесь эта церковь. Построили ее в далеком 1789 году с стараниями помещика Ивана Демидова. Церковь построена в стиле классицизма с боковыми портиками. Архитекторы потом скажут, что такое здание уместно даже в крупном уездном или губернском городе. Помимо главного престола в Казанском храме есть два предела в холодной части, в честь Рождества Иоанна Предтечи, а также в честь апостолов Петра и Павла, и два в теплой. 235 лет. Представляете, сколько жителей этого поселения и окрестных мест приходили сюда молиться. Для многих этот храм был и местом вхождения в жизнь. Здесь люди принимали крещение. Здесь они вступали в брак, получали благословение Божие на семейную жизнь. Здесь церковь провожала их в последний путь. И сколько поколений русских людей, жителей этого села прошли через этот храм. Антирелигиозная кампания не миновала и этот храм. Его закрыли в 1934 году. И только спустя полвека он стал функционировать вновь. Казанский храм многие жители называют духовным центром села Ижевского. Потому праздничную службу возглавил митрополит Марк. Он поздравил прихожан с годовщиной в жизни прихода. И призвал верующих оберегать эту святыню. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин